Пещерного львенка, найденного в Абыйском районе, якутские ученые будут изучать совместно с японскими коллегами. Уникальную находку сегодня передали палеонтологам. Детеныш льва стал третьим по счету в истории мировой науки. Двух других ранее также нашли в Якутии два года назад. Пещерный лев – это один из самых крупных древних животных из семейства кошачьих, который обитал на территории современной Европы и Сибири несколько сотен тысяч лет назад. На представление пещерного льва побывала Марьяна Кутукова. Чтобы рассмотреть уникальную находку, дается буквально 20 минут. Иначе она оттает и потеряет сохранность. В вечной мерзлоте пещерного львенка нашли искатели мамонтовой фауны во время запланированных раскопок в Абыйском районе. Автором находки является Бережнов Борис Константинович. В начале сентября после спада воды сделал обход, уборку, участка, осмотр и обнаружил, как он выразился. В тушку, похожую на кошку. Сообщил, сделали фотоматериал, отправили в Академию наук. В отличие от двух предыдущих найденных пещерных львят, сохранность последнего поражает. Уцелели все части тела, шерсть и внутренние органы. Даже можно рассмотреть подушки всех четырех лап. Также этот пещерный лев намного крупней. Возраст примерно 2-3 недели от роду. Он больше 4 килограмма носит, но от первого львенка где-то на килограмм 200 он больше. А длина из 200? Длина 47 сантиметров. От кончика носа до основания хвоста. Отныне хранить уникальную находку будут в Академии наук. В специальном контейнере при температуре минус 18 градусов. Изучение традиционно начнется совместно с российскими и зарубежными учеными. Будет исследование по ДНК обязательно, чтобы в точности определить, что это лев пещерный. Потом будет исследование по радиоуглеродной датировке, то есть время гибели, в какой период этот лев погиб. Потом будет исследование внутренних органов, исследование по томограмме, то есть исследование именно анатомии скелета. И обязательно сравнение со современным сородочем. На следующей неделе якутские ученые собираются поехать в Японию, где совместно с иностранными коллегами обсудят исследования предыдущих находок, а также планы по изучению нового пещерного львенка. Возможно, этой весной его отправят в Токийский мединститут томографии. Японские ученые определят возраст львенка, а также выстроят 3D-модель внутренних органов и скелета. Марьяна Кутукова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.